Здравствуйте! Сразу начну с чего? Никогда не готовьте то, что я буду сейчас сделать. Ну, потому что я всегда был человеком, который, ну, как-то учил вас и призывал, сделайте вкусную, правильную еду. А вы все такие, типа, чувак, нам быть без заморочек. С заморочками мы не хотим смотреть, и это показывают цифры, ну, реально. Поэтому сегодня будем упрощать всю нашу жизнь с вами вместе. Но с ущербом, да никакого ущерба не будет. Давайте просто упростим жизнь. И это я так вас заинтриговал. Заинтриговал. Как я могу вам ущерб какой-то? Значит, смотрите, досточку я отдельную обмотал пленкой, только для того, чтобы ее не испачкать. В прошлый раз я отбивал на пластике мой молоток вот этот вот, он с зубчиками, и досточку немножко я там покоцал. Не нравится мне такой подход, как бы, меня к доске. Поэтому будем делать здесь. Значит, сегодня у меня что? По плану свинина. Я взял несколько вот таких вот кусочков. Это окорок. Просто нарезанные уже кусочки. Я их, значит, вот так вот складываю. Небольшие кусочки. Чем меньше, тем лучше. А все-таки один толстый мне положила барышня. Ну, ладно, не будем на нее злиться. Просто возьмем и пленочку раз, и погнали. Значит, как только отбили пленочку, удаляем. Жирочек смотрим тут лишний. Кому как. Я бы его отрезал, потому что это шницель. То есть здесь большая часть, она очень тонко отбита. Жарить будем моментально. С жирком тут вопрос возникает. Его надо расплавить там и так далее. А тут как бы у нас нет времени ничего расплавлять. И все. Поэтому жирок у нас отлетает в другую сторону. Потому что шницель у нас без... Так, смотрим. Если вдруг остались толстые кусочки по краям, значит, аккуратно их отбиваем так, чтобы супер гуд было. Кусочек маленький, а длинный какой получился. Все, он должен быть тоненький. Давай посмотрим, как его сделать так, чтобы он светился. Еле-еле душа в теле. Все, смотрим, что тут лишнее отваливается. Оп, убираем. Значит, пока тут идет подготовка, скажем, к процессу. Оп. Как говорят, настоящий венский шницель должен просвечивать так, чтобы видно было лучи солнца, которые светят нам в окно. Да, но у нас это невозможно. Солнца нету. Берем соль и солим шницель. Пока ему нужно на 2-3 минуты дать постоять. Супер. Делаем панировку для шницеля. Ну, яйца, мука это понятно, мы их не будем делать. Мы сделаем панировку вкусную, классную и из подручных ингредиентов. Это к моим словам, почему не надо так готовить. Значит, смотрите. Не все держат дома сухари. Не все, далеко не все. Те панировочные смеси, которые продаются в магазинах, как правило, ну, шняжные. Что говорить? Прям вообще, прям. Думаешь, блин, во что я? Еще и сжога от них может быть. Очень хорошо подойдут для любой панировки, это сухари, которые вы покупаете для пива с ароматом. Ну, значит, довольно сложно найти сухари белые. В серых сухарях, вот этих ржаных, ну, у вас будет шницель похож на чайник, на медный, вот такой вот. Не оттертый. Поэтому я кое-как нашел сухари со вкусом сыра. Насыпаю и добавляю сюда, знаете, это, конечно, тоже там первое, возможно, из жопы совы. Но посмотрите, в магазинах я тоже впервые встречаю смесь для панировки из специй. То есть вот такая шняга, тут сухари тоже есть, но такая шняга, которая вот, она ароматику задает. Здесь много трав разных и так далее. То есть здесь в большей степени направлено на специи, нежели на сам хлеб, да? Я об этом. Теперь сюда добавляем листья зелени. Чаще всего в ресторанах, и я вам предлагаю это делать дома, использовать листья зелени, которая уже помирает. Ну, короче, вялая там еще такая. Стебли только не кладите, потому что они не пробьются. Будут там у вас соломы. С другой стороны, можно их оттуда достать. Но это будет мешать перемалыванию листьев. Короче, листья петрушки, листья сельдерея у меня здесь вместе с сухарями. Стебли все оставляем на бульон. Их, кстати, знаете, что делать? Можно нарезать, а можно не резать, просто в пленку заматываете, в морозилку бросаете, все. Пока у нас тут соль просаливает шницели, не забываем, что у нас еще есть перец, который для свинины обязателен. Не переживайте, можно с одной стороны все эти специи накладывать, с другой нет. Шницель тонкий, у нас будет вкуснейшая панировка. Все будет огонь. Прям не надо там их мусолить, массажировать, что-то делать. Тонюсенькое мясо. Перец продолжается, а сюда добавим немножко сыра. Во-первых, подчеркнуть вкус сухарей сырных. Во-вторых, дать живого сыра. А если вы используете сухари с холодцом и хреном, холодца добавить нужно. Шучу, не вздумайте холодца добавить, а то будет у вас плавучий замок. Сыр добавляем там на свое усмотрение. Потверже возьмите сыр, можно любой. Главное, не овечьий, потому что это будет жесткая схема свинина в овечьем сыре. Наверняка где-нибудь такой готовят, но я вас уверяю, это будет не самый лучший вариант развития событий на вашей кухне. Все, там 15 граммов сыра достаточно для всей этой красоты. Как вы уже поняли, отбить свинину, это самое простое в этом рецепте. Теперь соли чуть-чуть. Чуть-чуть все должно быть посолено, все посолено. Смотрите, попробуйте сухари, если сухари соленые, значит с солью будьте аккуратны. Теперь в блендер шмендер. Вот такая получилась панировка, смотрите. Несмотря на то, что она мелкая, у меня это вообще ни капли не парит, зато она офигительная зеленая. И сухой сухарик, он на себя влагу забирает от травы. И даже свежую траву, не сушеную, мы можем сделать вот такой вот рассыпчатый. А шницель-то у вас зеленый, сэр. Что делаем дальше? Ну и напоследок, раз у меня есть паприка, рубанем чуть-чуть паприки сюда. Ну, и так, значит, получается, что у нас, значит, панировки соль есть. Значит, вот тут вот можно чутка соли добавить, чтобы у нас яйцо имело хотя бы чуть-чуть соль. Здесь соль есть, все по капле соли везде есть. Иначе вы будете есть, знаете, как, вот если бы вы в тесто для пельменей соль не добавляли и сварили бы в несоленой воде. А фарш посолили, и вы едите такое, у вас получается тесто пресное, а фарш соленый. Нельзя как бы одно за счет другого. Должно быть везде по чуть-чуть. Мука, яйцо и панировочка. Опа! О! Конечно, я понимаю, что часть зелени уйдет при обжарке. Но мы-то знаем, что зелень уже есть в панировке. Теоретически, можно, конечно, заморочиться и подумать, как сделать так, чтобы зеленуха у нас осталась зеленухой. О! Видели зеленый стейк когда-нибудь? Зеленый шницель. Продолжаем наш экскурс по панировкам. Итак, мука делает поверхность сухой. Но при всем при этом имеет клейковину. Которая размачивается в яйце. Это раз. Во-вторых, яйцо создает пленку. Это два. Во-вторых, в-третьих, вернее, на яйцо очень хорошо прилипает панировка. Финальная, да? Хоть в ростиксе и делают крылышки вода-мука, вода-мука. Но это все равно не то. Все равно весь мир готовит по принципу яйцо-мука и панировка. Вот так. Как говорит Вильям Похлебкин, дайте шницелю немножко полежать. Для того, чтобы влага дала возможность прилипнуть. Сковородку надо взять побольше. Желательно, конечно, чтобы все три стейка вошли. Но тут как бы история умалчивает. Маслица я беру подсолнечное, не оливковое. Значит, есть такая мысля и опыт поваров. Значит, если вы панированную штуку, будь то мясо, рыба, еще что-то, кладете в холодное масло, тогда панировка и мясо забирают при нагреве в себя, и он получается жирный. Поэтому многие повара, и я в том числе, говорю, вначале надо разогреть масло, раскалить его, а потом обжаривать. Теперь отправляем шницели сюда. Кусок пергамента. Можно жарить их на сковородке. Разочек только попробуйте, пожалуйста, слегка обжарить на сковородке, а потом довести в духовке. И напишите потом мне разницу, в чем разница. Отличается чем-нибудь? Переворачиваем. Пока что они еще остаются зелеными. Пока что. Значит, ставлю максимальную температуру. Смотрим, что у нас там. Ништяк. Ништяк. Жарим, 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 жарим. Ну, сколько нам получается? По 30-40 по минуте с каждой стороны. Оп. Значит, с этой стороны. Видите, чуть начинает загорать. Для того, чтобы часть панировки здесь горелая у нас не присутствовала, крошечки нужно салфеткой убрать, чтобы у нас не было пригарков, но чтобы не испортить панировку у другого стейка. Третьего вернее. Маслица децел. Смачиваем, смачиваем. Смачиваем. Быстро отправляем сюда. Последний шницель. Я, кстати, ненавижу слово крайний. Крайний, вот кто лингвисты, они знают, что это слово такое же отвратительное, как, например, соуса или блюда, говорят, да? Но это же неграмотно. При всем при этом это является сленгом определенных профессий. Так вот слово крайний, это сленг людей, кто занимается перелетами. Летчиков и ижи с ними. Там вертолетчиков, ну они все летчики, да? Вот считается дурным, ну как бы считается, что это плохое. Плохо сказали, типа, полет не последний, а полет крайний. И крайний и последний смысл слова одно и то же. Так ведь так? Ну вот эти вот, как бы, я крайний раз там ходил в магазин за шницелем. Что за ерунда? Так люди не говорят вообще, нет ни в одном языке, ни одного перевода. Попробуйте перевести на английском языке. Я крайний раз ходил за хлебом в магазин. Вам что, выдаст вообще совершенно другое слово? Поэтому шницель последний из трех. Первые два здесь, это последний, потом он переходит сюда и все вместе уже в духовочку. Опа! Ну это попытка оставить шницель зеленый. Все, 4 минуты в духовке. Я ставлю вертикальный нагрев, он более интенсивный, чтобы прям шик, потому что тут шницель готов. По одной минуте с каждой стороны он там пару миллиметров, там все уже готово. Ему просто нужно прогреться. Поэтому 3 минуты следите, чтобы там ничего не горело у вас. И чтобы желательно панировка не меняла свой цвет. Вот смотрите, влага идет, все шебуршится, все подкипает, значит все правильно. Все, не 3 было, 4 минуты. 3, 4, 4, 3, 3, 4. Тут выберите сами под свой приток и решайте. Смотрим, что у нас. Зеленое, зеленое. Зеленое, зеленое. Тут зеленое, местами коричневое, потому что на сковородочке приварил. А в остальном, только не говорите, что у меня с шницель сырой. Я уже чувствую там, типа, да ну, что он так быстро жарится, что ли. Да ну, там же Юля Высоцкая говорила, нужно 25 минут держать. Пол сантиметра толщина. 5 миллиметров. 5 миллиметров. Ну, 5 миллиметров. Сколько может 5 миллиметров жариться? Сколько температуре нужно прогреться? Да нисколько. Просто берите. Здесь была петрушка сельдерей. Если бы добавить сельдерей кинзу, кинза, кстати, быстро бы потемнела. Петрушку, она держит цвет. Он такой, в панировке из травы. Специи много не кладите, а то иначе у вас не будет чувствоваться всего этого. Очень прекрасно. И хрустит в меру. И вот эти вот, которые совсем тоненькие, они, конечно, подсушились. Поэтому может быть даже 2 минуты. Пробуйте. И здесь вот есть еще. Смотрите, какая крутая тема. Здесь еще зеленое масло. Видели? Можно собрать его. 1, 2, 3, 4, 5, 6 раз. И набрать как раз вот тот тюбик зеленого масла. В общем, это простой вариант. Выберите для себя гарнир. С соусами у нас не очень популярно все это. Ну, скажем, есть. Овощи свежие. Огурчиков нарежьте. Добавьте соленых огурчиков на блюдо. Будет у вас зеленое. Можете положить шпинат. И вообще все это выдать. Типа из серии. ЗОЖ. Все зеленое. 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 Авокадо зеленое. Шестницель зеленый. Тоже ЗОЖ. Стебельки порезали. Засолили. Чуть подмариновали соль, сахар. Уксус. ЗОЖ. Все ЗОЖ. Поэтому почти что ЗОЖ. Приятного аппетита. Пользуйтесь. Наслаждайтесь. И радуйтесь своих. Уродуйтесь, хотел сказать. И радуйтесь своих близких. Пока.